Девушки А вы на каком этаже живете? Она на седьмую А я на девятую А вы еще не слышали в пятницу, когда все это происходило? Нет И этого парня я не видел, и девушку Яну, может быть, один-два раза видел Поэтому я вам ничего не могу сказать Дошла одна, Ян ее накинулся Я ей стал наносить живое ранение в шею, в корпус У меня не было цели именно насладиться этим Я просто ее бил, пока она не отключится, то есть пока не будет движения У меня была цель именно убить Даже видавших вид исследователей поразило хладнокровие, с которым студент-убийца рассказал о том, как наносил удар за ударом своей подруге детства Якобы за то, что не отдавала долг в 2300 рублей Хотя из переписки в соцсетях понятно и то, что не меньше денег его злило молчание девушки Ее полный игнор Далее цитата Я тебя спокойно попросил вернуть долг, надеясь, что у тебя есть совесть На что ты не удосужилась ответить даже одним словом Теперь я, конечно, понимаю, что ты меня в грош не ставишь И я не могу нормально жить после такого Писал своей жертве незадолго до трагедии Евгений Однако всерьез агрессивную переписку в сетях Никто из друзей и знакомых молодого человека не принял Возможно от того, что сети уже давно превратились в источник агрессии И буквально кишат подобными роликами В таком жанре главное не декорация, а сюжет А он обычно не отличается оригинальностью Все сводится к избиениям, унижениям, а зачастую и к жестоким убийствам Подростки и молодые люди смотрят их как кино и как руководство к действию А когда что-то подобное случается в собственном доме Пытаются объяснить, почему у их друга, соседа, одноклассника вдруг отказали тормоза И, как правило, не находят ответа Я его видел, но я, собственно, с ним не дружил, но я его видел, конечно, несколько раз На вид он у нас, собственно, нормально оказался В моей школе еще учился Ну, не знаю, может, в отношениях там что-то у них сложилось Ну, мне кажется, что нет, не деньги Даже если она должна 2 миллиона, должна была бы все равно не повод убивать Хорошая, общительная, девочка добрая Ну, она не к всем относилась хорошо Он учился в вашей школе, да? Да, ну, типа, всегда избегал каких-то-либо разговоров Для меня это дико В любом случае, даже если тебе человек не отвечает, такое делать Я когда узнал, был вообще в шоке Поколение «жесть» Такой термин появился с недавних пор в лексиконе специалистов Которым порой тоже становится не по себе от подобных историй Избыток негатива в фильмах, компьютерных играх И просто в окружающей жизни, умноженной на неокрепшую психику Могут, по мнению психолога Сергея Саратовского В определенных ситуациях сыграть с молодыми людьми злую шутку Со своей стороны могу только сказать, что у этого человека есть какой-то ведущий мотив Который подчинено его поведению в определенные моменты Причем во всех других ситуациях он может вести себя абсолютно адекватно И мы с вами видели, насколько хладнокровным был его рассказ о деянии, которые он совершил Это говорит о том, что подготовка шла целенаправленно Тем более, что угрозы в адрес девушки поступали Он предупреждал и, в принципе, четко формулировал то, что он планирует сделать Если наносится множественный удар, значит, в это время идет вымещение какой-то обиды на человека И уже даже несмотря на то, что он не подает признаков жизни, процесс продолжается И, насколько я знаю, он вернулся для того, чтобы убедиться в том, что действительно все, что им было запланировано, совершено Если бы ситуация развернулась несколько иначе, то есть девушка вышла бы на диалог Или кто-то отреагировал из ее окружения, может быть, вовремя обратились в соответствующие органы То, конечно же, ситуация могла разворачиваться совершенно по-другому в сценариях Добавим, что однокурсники молодых людей пообщаться с нами не захотели Юридический институт адвокатуры и правосудия Саратовской академии права Где на втором курсе учился Евгений, встретил нас с забором, с колючей проволокой И такими же колючими фразами его студентов Мы не хотим давать комментарии Нет, мы не хотим разговаривать А почему? Ситуацию мы знаем, но комментарии хотим давать не хотим А в саратовском техникуме отраслевых технологий, которые заканчивала Екатерина Добрых слов в адрес убитой девушки не нашлось ни у однокурсников, ни у преподавателей Вы чего тут стоите? Я знала ее хорошо, но я не буду про него А почему? Мне нужно разрушение телеектора, мне нужно разрушение руководителя Про кого? Про девочку, которая... Сегодня подозреваемый студент академии права заключен под арест Его ждет судебно-психиатрическая экспертиза Процедура непростая, рассказал нам главный врач областной психиатрической больницы Александр Паращенко И зачастую открывающая самые неожиданные стороны человеческой натуры Очевидно, это его версия Он пришел, чтобы где-то... Деньги-то забрал хоть, не забыл? Я думаю, что нет Ну, вот и я тоже так думаю Скорее всего, это просто страсть к убийству Страсть Такие вещи бывают Они бывают в основном у психопата Бывают и у людей психически больных тоже И еще, вы не коснулись еще одной темы, которая здесь важна Это мотив, мотивация Например, все знают, и криминалисты, и психиатры, и психологи О том, что, как правило, насильниками становятся мужчины, обиженные женщинами Как известно, мужчина – это не очень крепкие, так сказать, существо Не всегда у него все получается в жизни Особенно тогда, когда очень хочется И тогда вот, когда женщина начинает над ним смеяться Они становятся его врагами на всю жизнь По всей видимости, были два несчастных человека Один знал, что он несчастный Потому что он чувствовал себя лишенцем А вторая была несчастная, потому что этот лишенец Очевидно, может быть, даже и влюблен в нее был Она этого не знала В ближайшее время специалистам и следствию предстоит разобраться в том, что стало основным мотивом этого страшного преступления Расследование уголовного дела продолжается Продолжение следует... Продолжение следует...